Полная демократия царит в доме газеты «Уссурийские новости». Особенно на планёрках. Тут главный редактор Светлана Бычкова. И пожурит, и комплименты всем раздаст, и выскажет всё, что думает. Хотя нет, не всё. Мне кажется иногда, что я с сотрудниками мягче, чем с детьми, потому что щадишь их чувства, их творческие натуры. А они ещё какие творческие? Елена Тимохина, корреспондент. Свою жизнь в газете начинала как статью, с чистого листа. Автор одного из сельских социальных проектов. Первые заметки были именно об этом, и широкому кругу читателей малоизвестны. Тогда она ещё даже не представляла. Эти робкие шаги приведут в «Уссурийские новости». А уж после новая работа куда её только не заводила. Например, в рейды по несовершеннолетним детям. Мы заходим в один подъезд, и с первого этажа слышим душераздирающие крики. Помогите, убивают. Ну, мы так все остановились в нерешительности. Ну, и поскольку с нами были представители правоохранительных органов, конкретных комиссий по делам несовершеннолетних, мы так, ну, решили помочь, не помочь. Мы решили всё-таки постучать. А вдруг там серьёзная ситуация. Мы стучим. Неожиданно открывается дверь. Так. Что надо? Мы все в недоумении. У вас всё в порядке, Антон? Всё в порядке. Захлопывает дверь. В общем, наша помощь оказалась не нужна. Напрасно. Елена готова спешить по первому зоу на интересные события и актуальные темы. Лена эстет. Иногда приходит полюбоваться на красивую лужайку. Заодно и не упустит случай сделать фоторепортаж. Уссурийские новости, в частности, корреспондент Тимохина Елена, она у нас практически еженедельно. Это будет просто график по расписанию, когда она у нас бывает очень часто. Она практически знает обо всей нашей работе, делает постоянно репортажи. Нам эти репортажи нравятся. Всегда на страже достоверных фактов стоит и Марина Ковалёва. Она пришла работать в газету не так давно. Ответственно скромна. Поэтому обо всех её талантах мы ещё узнать не успели. Зато хорошо знаем о поэтическом даре Натальи Белошенко или Натальи Малицкой. Не сомневайтесь, это одно и то же лицо. Я даю им возможность писать о том, о чём им хочется писать. Очень сложно писать по потребованию. Вот они и пишут. И первый удар их творческой мысли приходится на корректора, самого читающего человека в печатном издании. Несмотря на хрупкость, она, прикрываясь всевозможными словарями, расставляет все точки над «и» и удар выдерживает. Причём с улыбкой. Веселиться тут часто приходится, справляя какие-то тексты, смотря на слова. Ну вот недавний пример. Читаю слово «ха-ха-тушка». Что-то чувствую, что-то здесь неладно. Думаю, от какого слова оно получилось? У тебя оно же пишется не так. От слова «хо-хо-хо». Обращаясь к тому человеку, кто написал слово, почему ты так написал? Потому что от слова «ха-ха». Вот уж кому не до шуток, так это Людмилия Никитенко. Заместителю главного редактора. На её плечах информационная поддержка Думы и администрации округа. Тут нужна особая деликатность и даже чуткость. Кстати, этим качеством обладает и главный редактор газеты. Иногда столь повышенная чувствительность не даёт спокойно спать. Очень часто за сутки до сдачи номера по ночам мне снятся кошмарные сны о том, что мы что-то забыли исправить, поменять фотографию, неправильно указали чью-то фамилию. Утром бежишь на работу и стараешься перепроверить обязательно эти данные. Но это ещё ничего по сравнению с тем, если только солнце снесло уже после того, как газета отправлена в печать. Бывает и такое. А впрочем, они готовы не спать. Встречать все праздники на рабочем месте только было бы, о чём рассказать читателю. Виктория Титаренко, Сергей Удовиченко, Игорь Антонов, Александр Синельников, Телемикс.